Приветствую, православные! Мы продолжаем проект «Читаем Евангелие с церковью на площадке русской конописной школы» Вторник, 6 июня, то есть вот понедельник был Духов день, и во вторник, 6 июня, церковь читает 10-е зачало Евангелия от Матфея, то есть это Нагорная проповедь, то есть заметьте, Пятидесятница, сошествие Святаго Духа, и после Духового дня мы переходим к фундаменту, к Нагорной проповеди. Церковь переходит, а мы, как верные чадо, внемлем тому, что она рекомендует прочесть. И вот, собственно, давайте еще раз, 6 июня, Матфея, 10-е зачало, ну, собственно, 5-я глава и один стих 4-й главы последний. Исследовало за ним множество народа из Галилея и Десятиграде, и Иерусалима, и Иудеи, и из Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста своя, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога вузрят, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли, если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Опять же, обращу ваше внимание на детали. Всех не разберем, но что успею, расскажу. Исследовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиграде, Иерусалима, Иудеи из Иордана. То есть и просвещенный Иерусалим, где в святом городе живут те, для кого жить в святом месте – это приоритет. Дальше. Галилея. Есть ли что доброе из Галилеи? В Десятиграде. И Иудея, и Иза, и Ордана. То есть со всех частей святой земли сошлись, чтобы его послушать. И увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста своя, учил их, говоря. И вот зачем нам сообщают, что это было еще много-много народа, причем самых разных, и по социальным стратам, и по образованию, и по запросам, и по доходу, и так далее. Помните то самое, что у пророка Моисея спрашивают, когда наконец появится в продаже подсолнечное масло и что-то еще там про сыр. То есть у человека такая ситуация, что ему, когда выпадает возможность спросить что-нибудь у того, кто на прямой связи с Господом, он только и может спросить про подсолнечное масло. Потому что если бы вот без этого стиха предыдущего из четвертой главы получилось бы, что приступили к нему ученики его, и он, отверши уста своя, учил их, говоря. Но тут важно заметить, что Господь не делает разницы между учениками и между теми, кто пришел его послушать. То есть это против тех, кто говорит, что есть на месте такое тайное христианство, редкая молитва, малоизвестные иконы. То есть христианство, оно вот, в Евангелии. И Господь говорит то, что вам говорили наедине в запертой комнате, проповедуйте на кровлях, и что все станет явным. И дальше обратим внимание, опять же, на формулировку. Отверши уста своя, учил их, говоря. Ну, то есть странно, переведем буквально на русский язык. И он открыл рот свой и начал их учить, говоря. Ну, а мы ртом разговариваем. Ну, то есть в этом случае, а что бы еще можно было бы? Дело в том, что Господь иногда учит нас словом, иногда учит нас действием, а иногда учит примером. Можно вспомнить, что Господь говорил, можно вспомнить, что Господь делал, и можно вспомнить, чего Господь не делал. То есть, например, не остался на месте, чтобы пожать славу, а наоборот, удалился после того, как всех исцелил, вызвал ажиотаж и скрылся. И вот здесь говорится о том, что Господь учил словом. И вот тут блаженные нищие духом, ибо их есть царство небесное, блаженные плачущие, ибо они утешатся, блаженные кроткие. Вот, во-первых, это про трудности перевода, потому что блаженные, ну, как сказать, например, в современном русском языке мы скажем, да, это блаженные местные, то, как правило, это уничижительная характеристика, да. Если мы скажем, что, ну, вот это вот местный полицейский, понятно, это местный врач, ну, вообще уважение уже началось, да, это председатель, но тут лучше не хамить, а это вести себя прилично и лишний раз не приближаться, да, советую, здравый смысл житейский. И вот тут блаженные – это то, что наибольше подходит по смыслу, потому что, ну, вот, с одной стороны, счастливы те, кто, можно было бы прямую такую мысль, но тут тогда ничего не бьется. Да, счастливы те, кто плачет, счастливы те, кто изгнал, счастливы те, которые жаждут правды, да, как правило, такие люди не слишком счастливы. Ну, например, если человек плачет, то он явно несчастлив. А разница здесь вот в чем. Счастливы – это про внешнее. То есть если бы вот спросили бы у человека, а что есть счастье? И человек бы сказал, ну, счастье – это там вернуться к бабушке в деревню, да, и мама с папой моложе, и единственная проблема – это то, что разбил коленку, а домой не хочется, потому что бабушка уже не выпустит, а в планах еще речка. Какое счастье! Вот без квартплаты, без ленты новостей, без про того, кто победил на выборах в Турции, что там в Соединенных Штатах. А вот тут еще случился Международный экономический форум. Вот без всего вот этого – речка, бабушка, разбитая коленка. Ну, как же хорошо! Но так в том и дело, что это внешняя характеристика. И вот когда бывает, что человек возвращается в места, где он был счастлив, у него вместо счастья, вместо эйфории наступает разочарование. Что как-то и велосипед казался лучше, и магазинчик, где покупали мороженое – это какой-то вообще ветхий сарай. А тогда это был замок чудес. Заходишь, держишь эти монетки, меняешь их на мороженое – ну, как же здорово! И вот ты приехал, и вот можешь уже купить весь прилавок, и купил нормально. И что-то как-то счастье не наступило. Почему? Потому что это про внешнее. И когда человек достигает чего-то, как вот Амундсен, покоритель полюса, пишет о том, что вот мы прибыли на полюс, и, ну, как бы вот открыли шампанское припасенное. Как они это на морозе проделали? Это, конечно, вопрос. Ну, как-то вот, в общем, выпили этот шампанское. И чего? И все! То есть вот они достигли полюса, и как-то вот выхлопа-то не случилось. Поэтому блаженный – это верно в смысле внутреннего состояния. Вот, а это местный блаженный, то вот тут, да, кругом ужас и кошмар, там, осада Пскова, там, ну, у Новгорода тяжелый период, а это новгородский юродивый, он блаженный, он там что-то с господом разговаривает, ходит без шубы, политикой вообще не интересуется, а, с другой стороны, счастливее всех тех, которые шубу имеют, дом имеют, политикой интересуются, понимают, куда все это идет, и даже уже запаслись подземным ходом и отходным маршрутом. И то они чувствуют себя не так уверенно. Ну, и, собственно, вот блаженны нищие, плачущие, кроткие, алчущие, жаждущие правды, милостивые. Тут тоже блаженны не всякие плачущие. То есть плачущие, что не стали мировыми чемпионами. Ну, как бы, с одной стороны, есть повод к расстройству, но, с другой стороны, это не то, что Господь вот одобряет и будет их утешать. И тоже интересный момент. Там в пассиве вторая часть, да, блаженны плачущие, ибо они будут утешены. Да, блаженны кроткие, они наследуют землю. Блаженны, алчущие, ибо их насытят. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. То есть Господь к ним придет, и Господь отрет всякую слезу сочей их. Ну и, собственно, это такой духовный барометр, если угодно. Да, блаженны нищие духом тоже. Столько было сломано по этому поводу копии, столько богословов поругались. Да, блаженны нищие просто. Блаженны нищие, то есть те, у кого вообще ничего нет. Но, опять же, давайте петантично позанудствуем. Вот, нищие и бедные, там есть тонкая грань, да. То есть человек может быть беден, может быть, он ест один раз в два дня, но он никогда в этом не признается. И вот эти вот трогательные истории, там, из Диккенса, или там, что вот было нас пятеро студентов в одной комнате, маленькой, десятиметровой, да, то есть пятеро студентов в десятиметровой комнате. И у нас был только один костюм, в котором один из нас по очереди ходил в библиотеку, чтобы читать. То есть один день в неделю надевали этот костюм, который берегли, потому что ни в костюм в библиотеку не пустят. Но, заметим, они бедные, но не нищие. У них даже есть некая такая гордость, что вот мы все-таки входим в библиотеку, и мы еще выберемся, и мы еще достигнем успеха. И это будет то, что удивит мир. А вот нищие – это те, кто просят. И тоже такой интересный момент. Нищие, они абы где не стоят. Они прекрасно понимают, где им дадут, а где им не дадут. Была такая интересная проповедь, вот прям на пальцах, да. Уважаемые россияне, где деньги? Деньги в филиале Сбербанка. Встречаем ли мы у филиала Сбербанка нищих, которые бы просили? То есть где деньги? Деньги в банке. Почему нищие у банка не стоят? Ну, а что, кому-то надо пояснять, почему нищие не стоят у банка? Ну, то есть иногда пытаются, но их быстро прогоняют. А вот у церкви, где как раз-таки, где деньги? Ну, не всегда в церкви, мягко говоря. И вот нищие там как раз стоят, потому что там они имеют шанс получить. То есть нищие – тот, кто просит, и тот, кто просит там, где дадут. Это тоже важный момент. И вот нищие духом – это те, которые осознают, и с этого начинается духовная жизнь, что от нас мало что зависит. Как вот мы говорим на площадке русской конописной школы, что важна жизнь в церковной общине и опыт в оцерковлении. Сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. То есть и сами себя, и друг друга. То есть мы понимаем, что мы о себе-то не можем позаботиться. Кто из нас может сейчас ударить себя пяткой в грудь и сказать, я вот сейчас YouTube закрою, спокойно выйду и спокойно доберусь, куда наметил. Или на работу, или с работы домой. Или вот мы сейчас имеем планы на лето, и мы вот сейчас доедем до моря. Да ладно. Куча народу пошли на работу и внезапно умерли от перегрева в ДТП, потому что да мало ли что еще случилось. Ну вот так вот раз, и человек думал, что он о себе-то позаботился, как сказано, да, этой ночью возьмут твою душу у тебя, и чего. Был в настроении, что ешь, пей, веселись. И друг друга тоже. Как было бы соблазнительно посадить родных и близких в один большой сундук, чтобы там еды и питья было вдоволь, интернет проведен, и всяческие увеселения, и усесться поверх этого сундука еще с двумя заряженными пистолетами. Вот как бы я бы их надежно защитил. А потом вдруг оказывается, что расы и близкие, и любимые, как бы их не хотелось. Огородить, защитить вдруг оказывается, вот тоже мы слышим страшные новости, и вдруг понимаем, что ой, и больше уже не получится поговорить с человеком, больше не получится побыть рядом с человеком. Вот нищие духом – это как раз про то, что человек осознает, что он сам ничего не может ни в отношении себя, ни в отношении своих близких. Плачущие, но опять же мы разобрали, что не всякие плачущие, а плачущие о грехах. То есть мы осознали, что от нас мало что зависит, что все в руках Божьих. Потом осознали свои недостатки, и это нас огорчило. И дальше уже начинается кротость, алчущие и жаждущие правды. Алчущие в смысле голодные, которые прям вот хотят получить кусок хлеба, и тут же у него зубами впиться, и тут же его в два укуса проглотить. То есть им так нужна правда, что мы, конечно, петицию подпишем, но дальше не пойдем. То есть алчущие и жаждущие правды – это те, которые голодают, потому что им важно, чтобы наступила правда. Ну и дальше такое возрастание в Боге. То есть милостивые, потому что их помилуют. Не потому что они обретут какие-то бонусы, какие-то коэффициенты, а потому что к ним будет проявлено милосердие. Чистые сердцем узрят Бога, миротворцы, которые... не вступают в конфликты, а еще по возможности их гасят, окажутся сынами божиими. И вот так вот все переворачивается. И вы, соль земли – это последнее, что я скажу, потому что ну и так уже раза в два превысил объем выпуска. То до изобретения холодильника, для нас это не очевидно, но это было так. Соль – это способ сохранить продукт. Потому что либо погреб, но у нас не всегда есть погреб. Погреб, если есть, он есть в земле. То есть там в избе где-то, в корчме, в хоромах, оно понятно. Ну и тоже в земле там помимо нас еще много кто живет. И вот мало ли думали, что у нас запас есть, а тут раз сырость, раз кроты, раз мыши. Ну и как бы вот поэтому надежно сохранить означает засолить. Отсюда соление на зиму, вот эти вот окрака вяленые. Ну потому что как еще? И вот соль земли – это то, что сохраняет. И вот если соль потеряла силу, то это не потому, что мы не можем посолить борщ, мы расстроились, а потому что у нас вдруг оказывается невозможно сделать запасы, и все кончится очень быстро. И вот как раз христиане – соль земли, потому что пока есть христиане в мире, как нам об этом свидетельствует апокалипсис, который мы тоже потихонечку читаем в клубе русско-конописанной школы, у мира есть шансы. Как только христиане перестанут быть христианами, суд мира начнется с христиан, и потому что они не были солью земли, начнется апокалипсис. Берегите себя, не оставляйте Писания, и помните, что только возрастая в духе, можно обрести вот то, что Господь говорит в Нагорной проповеди, потому что это, ну, запредельно, конечно. С человеческими силами такого сделать невозможно. На этом все, и возвращайтесь завтра в православные. Спасибо. 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 Спасибо.